Девушки отдыхают И люди с нетерпением ждут эту белую с красной полоской машину И врачи едут на каждый вызов, не зная, что их там ждет Утро, как это нередко бывает, началось с поездки к женщине, которая, как говорили вызывающие, лежит на улице А она сидела на скамейке и всячески привлекала к себе внимание прохожих Рядом собрались люди, требующие от нас немедленной госпитализации этой особы Чего валяемся в очередной раз, а? Она на полу валяется Она здесь всегда валяется Да, валяется, но можно, хочу я ее туда-нибудь отпусти, напоить А вы скажите, мы к вам отвезем В больнице же можно отвезти? Какой больнице? Какой больнице? Вот вы поедете в больницу, вас там деньги потребуют За нее тоже платить надо Они как будто бы все с другой планеты В наших больницах-то больным мест не хватает А они хотят, чтобы мы госпитализировали тех, которым эта медицина на дух не нужна Дама явно не хотела идти с нами на контакт Она и танцевать пыталась, и кричала почему-то, и руками размахивала Потом заявила, что она деловая женщина и послала нас куда подальше А вот нас где-то ждут пациенты с инфарктами, с инсультами Маленькие дети с судорогами, а мы здесь стоим Не перестаю удивляться не то, что вот таким пациентам А людям, которые считают, что подобным существам нужна неотложная медицинская помощь С чего вы взяли, что тех, кто бродит пьяный на улице, нужно везти в больницу? Что там с ними будут делать? В больницах лечат больных людей А вытрезвителей у нас в городе нет Так что, если вы увидели на улице пьяного человека, не спешите вызывать скорую Подумайте о том, что скорая нужна для того, чтобы спасать людей, которые могут умереть А не разъезжать по городу и выслушивать истерики разных алкашей Я деловая женщина Деловая женщина, иди по своим делам После этого мы поехали еще к одному уличному пациенту Под кустами лежал мужчина Пьяный настолько, что ни на ногах стоять, ни понимать, что вокруг происходит, он не мог Стали расспрашивать его, где он живет Несмотря на то, что он был просто пьяным, оставлять его на улице было нельзя, потому что он просто мог замерзнуть С большим трудом выяснили его адрес Как оказалось, живет он недалеко от того места, где лежал Привезли домой Адрес был не совсем точный и пришлось сначала обойти соседей КОНЕЦ КОНЕЦ Ворота доведу, тебе открою. Откроешь? Пациент явно не понимал, кто мы такие, и не хотел нам давать ключи от своего дома. Твой дом? Да. Открывай ворота. Или как мы открыли ворота. Айч, домой тебя заведем и останешься спать. А то сейчас вот здесь упадешь и будешь рыхать. Да. А кто? Ты с Джордан был? Ну. Спать будешь домой? Заходи домой. Короче, откроют, он соседи, что ему помогут. Вставай, вставай. Да он не отдает. Отдай ключ, вставай. Вставай. Берчи ключи. Что ты, блин, партизан, что ли? Да допросим. Вась, вставай. Вставай, давай тебя домой заведем. Они наоборот подслеживаются. Иди, давай, иди, дверь открою тебе. Бас, Юга, давай. Бас, Юга. Из дома выше молодой человек, который и забрал нашего, не дошедшего до дома мужичка. Да. Ну а что мы вам, шумим, шумим тут. Берите, принимайте. А откуда вы? На улице подобрали пьяным. Откуда сами. Ну спасибо. Днем нас отправили на пожар. Горел частный дом. О пострадавших не было ничего известно. Но со слов очевидцев, в доме осталась бабушка. Мы стояли и ждали, пока пожарные смогут зайти внутрь горящего дома. Люди были явно недовольны тем, что мы просто стояли. Мы скорая помощь. Ну зайди, там человек на нас горел. Мы с удовольствием бы зашли, мы не имеем права заходить, есть пожарники. Пока больного не вынесут, мы не можем туда зайти, мы права не имеем. Несмотря на их враждебный настрой, попытались спокойно объяснить, что мы не имеем права входить в очаг поражения. Это дело пожарных. А если мы зайдем в горячий дом, это будет грубым нарушением с нашей стороны. Если будет там больной, мы незамедлительно будем его оказать. Поймите, пожалуйста, мы не имеем права. А где пожарные? А где пожарные? Пригнали, где стоят. Как я уже говорил, скорая помощь во всех подобных ситуациях должна стоять в безопасном месте и ждать, пока другие службы вынесут пострадавших. А если человек сгорел, вы не имеете права. А кто имеет права находить? Пожарники только. Только пожарники. Только пожарники и МЧС. Вынесет, да? Да, потому что они в форме, они в масках. Просто, ну... У вас нет такой функции, да? У вас по правилам мы не можем это сделать. Это грубое нарушение, если мы зайдем в очаг поражения. Ясно. Мы стоим здесь, ждем больного. Ну, так положено. Как только больного выносят, мы его сразу берем к себе и оказываем все неотложные мероприятия. Что там, мужики? Далеко она? Туда заходить можно или нет? Да, ладно. Пойдемте. Не, надо выпить. Безопасно или нет? Но, к сожалению, выносить уши было некого. Пожарные нашли в доме обгоревший труп. Страшная смерть и страшная трагедия. Ночью нам дали вызов с ужасающим поводом. Отрубила руку. Но все было не так просто. От такого повода можно было ожидать реки крови, крики пострадавшей, но... Встретила нас дама, которая сидела на стуле с забинтованной ногой. Напрашивается вопрос. Где же отрубленная рука? А чего тогда вызывали скорую, я не поняла. Она говорит, болит, вот вызову скорую. Болит, выпейте таблетку, забинтуйте, сядьте на такси, поедите в тракт-пункт. Какие проблемы? Нет, ну посмотрите. Пьяная женщина в пылу ссоры пнула статуэтку и порезала палец на ноге. Взялись перебинтовывать порезанный палец. В это время пациентка не упускала возможности ругаться со своим другом и зачем-то требовать у него денег. Так, заткнись от себя. Заткнись, а. Так, исчезни вообще отсюда. Уйди, а. Я тебе сказал, не кричи, ты не па. Уйди, пожалуйста. Вот мусор, наверное. Умор ты. Давай бабло. Какое бабло? Нет у меня этой церкви. Водочку купил, да, в замночку. Заткнись, и все помпы. Денежку приготовь. Отвезли мы их в трампун, чтобы ей зашили отрубленную руку. Извиняюсь, порезанный палец. И тебе-то потеплее. Да что ты. Ты взял деньги. Что такое скорая помощь? Это служба, которая выезжает к пациентам, когда их жизни угрожает опасность, какое-либо неотложное состояние. При этом опасный момент наступает внезапно. Например, в результате несчастных случаев, производственных травм, отравлений, внезапных острых заболеваний и подобного. Но ведь на деле же получается совсем наоборот. Население постоянно возмущается на тему того, что скорая слишком долго едет. Те, кому лень немножко поразмыслить, считают, что это из-за того, что врачи, негодяи такие, не хотят работать, сидят там у себя на станции и чай пьют, несмотря на то, что их ждет больной человек. Уважаемые граждане, прежде чем набирать заветные цифры 103, подумайте, а правильно ли вы делаете? Кому нужна помощь больше? Вам с температурой 37,2 или с головной болью? Или человеку с инфарктом, инсультом? Или на месте автоаварии? Поймите, скорая иногда не успевает к больным не потому, что не хочет работать, как полагается, а потому, что ездит по всяким истеричкам, порезанным пальцам и уличным алкашам. Будьте разумнее. Мир всем. Помогите мне. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо.